Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинс, группа компаний Skyway. И сегодня у нас пятница, второе число. Мы с вами присутствуем на вечернем вебинаре. Это авторский вебинар. Авторский вебинар подразумевает, что то, что я говорю, это, наверное, мое мнение. Это мнение не только мое, но и группы компаний Skyway. Поставьте, пожалуйста, по 10-балльной системе, как меня слышно и видно. Ставьте, ребята, пишите. Мне важно видеть, кто присутствует. Юра Зубер, персональный. Тамара Эдуардовна Веницкая. Персональный привет. Привет, если кто не знает, а может быть новенькие не знают, с нами присутствует эта родная сестра Анатолия Эдуардовича Юницкого. Она здесь тоже на вебинаре с нами. Тамара Эдуардовна, огромный-огромный вам респект, что вы приходите на вебинаре, слушаете. Хотя вы все знаете лучше всех нас, наверное, что происходит. Но, в любом случае, очень приятно. Итак, дорогие друзья, сегодняшний вебинар. Мы думали, мы думали. И то, что я говорил на предыдущем вебинаре, где было. Сегодня рассылок я не делал. Вообще не делал рассылок. По одной простой причине, что как бы окончательный ответ на те вопросы, которые у нас были, пока что еще я не получил. И донести до них не могу. И, возможно, что вы их получите в течение ближайших буквально день-два, а может быть чуть больше. А может быть даже после 10-го числа. Почему? Потому что все, что связано с дисконтом 1-600, то, что было обозначено, это я попрошу, просто попрошу ответить, кто из партнеров, кто является региональными представителями. Региональные представители, поставьте, пожалуйста, однерочки или обозначить, кто у нас присутствует на вебинаре, региональные представители. Просто поставьте, поставьте, вот однерочки, однерочки поставьте, кто присутствует из региональных представителей. Они знают, кто, что это такое, да. Ставьте однерочки из региональных представителей. Спасибо. То есть в данный момент это раз, два, три, раз, два, три, три человека. Виолетта, Виолетта присутствует, да, Виолетта, это Северный Кавказ, это Северный Кавказ и регион огромный, просто огромный. Так вот, дорогие друзья, то, что информацию, которую я дал на предыдущем вебинаре и на предыдущем вебинаре, она не была мной придумана, она была получена, информация от вас, от партнеров, были заданы вопросы по поводу дисконта 1.600 и какие возможности будут, я их озвучил. Больше того, они были озвучены на общем нашем сборе региональных представителей, то есть на планерке, которая проходит еженедельно практически по вторникам. Я прав или нет? Ребята, отзовитесь, то у нас региональные представители, то есть я правильную информацию дал или неправильную, или что-то я придумал от себя, или что-то я выдумал. Просто напишите да или нет, да или нет. Напишите да или нет. Та информация, которую вы узнали на предыдущем вебинаре. Да, да. К сожалению, вы хотели как лучше. Галина, да, но я не буду жаловаться, но я такой человек, наверное, лечу впереди паровоза, точно так же, как бывает и Сергей Анатольевич Сибиряков, то есть дает прогнозы и все остальное. Мы хотим как лучше. И вы знаете, есть такая притча, вернее, такая присказка по поводу слона. Помните, да? С таким настроением слона ты не продашь. Кто знает этот анекдот? С таким настроением ты слона не продашь. Хотим мы или нет, но... Марат, у меня взломали скайп, зайди с новой надеждой. Надюша, да. Окей, окей. Да, по поводу этой притчи. Это значит, эта притча такая, знаете, прикольная, в том плане, что я думаю, что большинство из вас ее знает, да? Да, Анатоль и знает эту притчу. Тогда, когда мой очень хороший знакомый, я с ним встречаюсь, он говорит, слушай, Григорий, я приобрел слона. Слон просто вот такой суперовский. Ты знаешь, он дома и сам вот кого-то там пылесосит. Теща помогает там вытряхивать коврики. Он знает, что дети катаются у него на хоботе. Он поливает в саду цветы. И тогда это просто сказка какая-то, а не жизнь. Он говорит, слушай, дорогой, я просто мечтаю, да, это сам вы ищет, точно, Анатолий, сам вы ищет. Я просто мечтаю о таком слоне. Продай мне его. Он говорит, ну слушай, мне сам он нужен. Ну как нужен? Мне еще более нужнее. Ты же мой друг, да, продай, пожалуйста. Он говорит, ну хорошо, хорошо, на, забирай слона. Проходит неделя. Через неделю встречается он такой ободранный с синяками. Слушай, говорит, бред какой-то. Как мне? Забери слона обратно. Ты представляешь, он вытоптал у меня все грядки. Теща от меня ушла. Дети разбежали. Жена со мной не живет. Почему? Потому что слон просто это кошмар. Он какает такими кучами, что я потом неделю убираю за ним. О, говорит, дорогой, с таким настроением ты слона точно не продашь. Вот как бы ребята к этому не относились, но это, вот знаете, вот это понимание того, что, хотя в то же время вот эта присказка, эта присказка, обещай меньше, чем можешь, а сделай больше, чем обещаешь. Классно, здорово, замечательно. Но хотим мы или нет, но мы занимаемся инвестициями. А инвестиции – это прежде всего мечта, которую уметь надо продать. И так как я больше, чем уверен, если вы не будете лукавить, дорогие друзья, не будете лукавить, я задам вам вопрос, а вы даже, знаете, даже можете не писать, а просто примите это за данность. И согласитесь с тем, что наверняка вы участвуете еще в каких-то проектах. Участвуете. И когда… Я сейчас можно обозначу кое-что, кое-что просто обозначу. Вообще в фонд «Капитал» я приехал первый, первый приехал первый. Это было, ну, было довольно-таки давно, это было конец 15-го года. Ну, так вот, мы как бы, мы работали сначала в главной компании, потом в связи с юридическими перипетиями мы перешли в фонд Андрея Федоровича Хавратова, развивали фонд Андрея Федоровича Хавратова. Хотя, может быть, там я не столько активно развивал, но развивал этот фонд. Почему? Потому что это было общее решение. После этого, в какой-то период времени, а точнее это было, по-моему, октябрь, сентябрь, октябрь месяц 15-го, так, 14-го, так, подождите, 14-го, не 14-го года. Мы, нет, 15-го года, уже, по-моему, 15-го года, я как бы перешел в фонд «Капитал». И после этого уже, ну, скажем так, группа директоров вся перешла в фонд «Капитал». И вот в этот момент, в этот момент мы стали активно развивать фонд «Капитал». Почему? Потому что, ну, потому что, наверное, нам было комфортнее там работать. Наверное, с Андреем Федоровичем Хавратовым, даже не с Андреем Федоровичем Хавратовым, а с некоторыми лицами, которых сейчас уже нет, у Андрея Федоровичем Хавратовым, ну, вот мы разошлись как бы в понимании того, что мы делаем. И буквально за 3-4 месяца буквально вся команда директоров перешла в фонд «Капитал». И вот тогда, тогда, тогда мы говорили, апрель 15-го, нет, 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 Юра, нет, нет, это было гораздо раньше, это было раньше, это было намного раньше. И вот тогда, вы знаете, мы объявляли такие вещи, вот объявляли простые вещи, что, дорогие друзья, мы приглашаем к сотрудничеству с группой компании «Скайвэй», с фондом «Капитал», ведущих сетевиков, ведущих профессионалов, инфобизнеса и так далее, вы занимаетесь чем угодно, но дополнительно иметь источник дохода, который может, не может, а который станет, может быть, тем фактором, который позволит вам создать капитал. Вот знаете, можно зарабатывать все время, можно зарабатывать каждый день. Да, ну, СОБР, да, да, СОБР, хорошо напомнили, СОБР, да, СОБР, я не осуждаю ничего, но как бы вот мы не разошлись там в определенных моментах с господином СОБРом. Потом Андрей Федорович Ховратов как бы тоже с ним разошелся, но суть дела, что мы как бы перешли в фонд «Капитал», стали его развивать, но в любом случае у нас структуры оставались, очень много людей оставалось и в головной компании, если сейчас развивается главная компания, и точно так же в фонде Ховратова Андрея Федоровича. И вот в этот момент мы говорили, вот очень важно понимание того, что когда мы говорили, что ребята, вы крупные сетевики, у вас есть структура в других компаниях, ради бога, занимайтесь, зарабатывайте деньги, но часть своих денег, минимум 10%, инвестируйте во что-то, инвестируйте во что-то. А конкретно что-то – это не что-то, это самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Я всегда привожу этот пример, это выступление Андрея Тавровича Юницкого, где вот эта фраза, она мне врезалась буквально на всю жизнь, я буквально чуть на каждом вебинаре повторяю, это самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Но такой самый крупный бизнес встать за один день не может. И мы все должны это понимать, не может. Но есть вот замечательный ролик, я вам говорил уже, этот ролик, где наш партнер из Прибалтики записал акции компании Ford, буквально в столетней давности акции компании Apple, Google, Facebook, Wall Market и так далее, Walt Disney и так далее. А по делу, Анатолий, если вам не нравится, вы можете просто выйти. Просто выйти. А по делу я сейчас скажу по делу. И это не просто предисловие к чему-то, а это тоже, наверное, к делу. Наверное, так, как я веду. Анатолий, я могу вам предоставить слово. Нажмите ручку, там ручка есть справа вверху, и вы скажете по делу то, что вы хотите сказать. Я вам предоставлю слово. Прямо сейчас же. Так вот, дорогие друзья, к чему это все я говорю? К тому, что мы говорили, занимайтесь чем угодно, приходите, приводите свои структуры, показывайте возможности и имейте шанс в создание капитала. Не сегодня. И даже может быть не завтра, а может быть через 3-5 лет. Но вы можете создать шанс, есть создать шанс, создать капитал. То, что венчурность проекта присутствует, она присутствует практически везде, во всех проектах венчурность. Но вот это понимание, что приходите сегодня, и все будет в шоколаде, но проходит некоторое время, и вдруг мы объявляем. Вдруг мы объявляем, что, дорогие друзья, если вы занимаетесь еще чем-то другим, помимо той технологии, которой мы занимаемся, мы вас, вплоть до того, что не то, что уволим, но мы ставим определенные условия. Определенные условия. Вот я это не приемлю. Вот не приемлю, категорически не приемлю. Как только появляется условие я чьего-то, если ты не здесь, а с кем-то еще, то мы тебя, как говорится, не то, что уволим, но мы ограничим твои возможности. Ну, раз мы сказали однажды А, надо говорить и Б. Условия, а не так, что вот сейчас, а сейчас мы меняем условия, а теперь, вот, дорогие друзья, вот то-то, то-то, то-то. Я лично против этого, и что бы там со мной не делали в дальнейшем, я против этого. И я придерживаюсь все-таки действительно мнения профессионала, супер-профессионала Виктора Тарасова, а мнение очень простое, что, дорогие друзья, источников дохода должно быть несколько. В любом случае это диверсификация рисков, называется, с одной стороны. С другой стороны, это правильно. Имейте множественные источники доходов, и тогда вы сможете больше и больше уделять сумм в процентном отношении 10 либо 20% от своих доходов инвестировать в Skyway. Это самое главное, чтобы мы, вот я вам приводил просто цифры, знаете, такие голые цифры. Нас, вот в фонде Capital, как я посмотрел, почти 300 тысяч человек. 300 тысяч человек, вот он, калькулятор. Умножаем, хотя бы, вот я говорю, хотя бы по 25 долларов в месяц, получается 7,5 миллионов долларов в месяц. Это очень хорошая сумма. Но 25 долларов, дорогие друзья, для нас это ничто по сравнению с тем, что европейские инвестиции, то, чем занимаются Инета Аджана, Ирина Волкова, Владимир Маслов, точно так же, как и Алексей Суходоев, ну и, конечно, Сибиряков Сергей Анатольевич, и Лариса Артамонова. Это Европа, где инвестиции в 25 долларов, они просто не рассматривают. Стоит за инвестиции 25 долларов в месяц. Или там за 10 месяцев, за год практически там 250 долларов. Инвестиции рассматриваются в несколько тысяч или в несколько десятков тысяч долларов. И это тоже правильно. Оценивать риски надо грамотно. И опять же, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что, дорогие друзья, ну не надо вот это прятаться, чего-то там, куда-то пугаться чего-то, а то тут, общаясь с людьми, с партнерами, я понимаю, что ограничения какие-то пытаются ввести, но я лично это не приемлю. Ну как бы я лично против этого. Если это идет вразрез с политикой, скажем так, фонда, то, ну, наверное, я не прав. Может быть, я не прав. Может быть, я в чем-то не прав. Если вы считаете, что я не прав, ну, поставьте, пожалуйста, там, я не знаю, нолики, поставьте, что я не прав. Вот я не прав. Что ты должен быть только здесь. Я еще помню еще с других компаний. У меня, собственно, три компании. И что? Я должен все это забросить? Я должен быть только здесь, в то время, как у меня офис, в то время, как я обслуживаю, допустим, и не только я. Я думаю, что все вы знаете, региональные представители, обслуживаете все структуры, все абсолютно структуры. Сегодня у меня Николай Шубин был с хорошими инвестициями, и мы сделали перевод денег, то есть оформили все. Мы помогаем всем абсолютно, для того, чтобы приток инвестиций увеличивался. Если у кого-то инвестиции максимальные, в Германии, в Словакии, где ты что? Ребята, респект. Огромный респект. Это супер, классно. Но, как я всегда говорил, и буду говорить за державу, обидно. Почему с Россией-то у нас идут инвестиции минимальные? Почему? Да потому что, я не знаю, сейчас запуганы мы чем-то, что-то еще. Вы и мы знаем все. Тренинги там и так далее, и так далее. Все это мы проходили. Но, самое главное, не пройти тренинг, а самое главное, применять то, что мы знаем. Применять. Здесь не надо лукавить. Почему? Потому что технология Skyway, это, я еще раз напомню, слова Анатолия Дуарчиницкого, мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Ребята, начните вот с этого. То, что сделал Циффинсон, Форд и Боинг, я буквально цитирую слова эти. Это действительно самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Если вы хотите в этом участвовать, ради бога, я опять же напоминаю, вот этот ролик, я считаю, что чудесный ролик. Ребята, кто его есть под руками, сбросьте его, где показаны акции разных компаний. И в самом конце, ну может быть это амбициозно, может быть это чересчур, а может быть, я считаю, что не чересчур, это мое мнение, что акции группы компании Skyway будут дороже всех акций. Акции, те, что там были перечислены, вместе взятых. И это будет. А наша задача с вами очень простая. Ежемесячно делать небольшой свой вклад. Ежемесячно. И опять же повторю, вот банальную истину. Откройте свои кабинеты. В ваших кабинетах это десятки, сотни, у некоторых людей тысячи людей, которые зарегистрировались, зарегистрировались, но еще не взяли ни одного пакета. Ни одного пакета. Почему? Задайте вопрос, почему? Человек будет сказать, ну это когда это будет. Да блин, ну пусть это будет, даже через пять лет мы выйдем на IPO. Пусть даже через пять лет выйдем на IPO. Но при раскладе даже не в один доллар, а в ноль, а в десятые доллара. Ребята, это будет ваш шанс действительно создать капитал, которым вы в дальнейшем будете грамотно управлять с помощью профессионалов нашего бизнеса. Профессионалов. Те профессионалы, которые есть, начну с Виктора Тарасова и заканчивая, я не знаю кем. И еще появится таких профессионалов огромное количество, которые подскажут, как грамотно управлять своим бизнесом, своими средствами. Вот то, что, может быть, для многих людей это бизнесом управлять, это не просто понимание, но грамотно размещать средства. Условно говоря, по 10% в разных банках это уже плюс, а по 10% в разных фондах это супер плюс. А если еще сделать такую вещь, знаете, как помните, я давно уже не проводил эти тренинги, собственно, вы это знаете, когда 90% средств размещается в облигациях, в ценных бумагах, супер надежных, а 10% размещается, но в более рисковых проектах. И в конечном счете вы получаете хорошую ежегодную прибыль. Да, их я. Абсолютно верно. В грамотном управлении финансами. И у нас есть такие люди, супер люди, которые являются финансовыми консультантами самых крупных банков российских. на сегодняшний день, на сегодняшний день российских, но и не только российских. Вот, я как бы, вот так на эмоциях сегодня так вот высказался. Сегодня, ребята, новостей особых не будет. Хотя, последний ролик, я вот только-только что скинул, Вячеслав Коэль, скинул, да, я от него видел ролики, интервью с Анатолием Довичем с Сибиряковым, Сергей Анатольевич, да, это по поводу технологий, связанных с криптовалютой, с блокчейн-технологиями. Замечательные ролики, посмотрите их, пожалуйста, посмотрите, это наша работа, это работа Сергея Анатольевича. И вот эти новости, все ждут новостей, супер новостей, ребята, супер новости, будут, поверьте мне, будут, тогда, когда придут первые трансы, тогда, когда это можно будет озвучить, официально. До этого момента мы выполняем свою работу. И вот, как я очень часто это повторяю, если Антон Довичев Ницкий, если его команда, Игорь Викторович Бабурин, если Сибирьковский Анатольевич, Алексей Суходоев, Инета Аджана, Хавратов Андреевич, кто делает свою работу, я могу еще много перечислять людей, которые выполняют свою работу на тысячу процентов. Наша задача сделать эту работу хотя бы на сто процентов. На сто. Сто процентов, это значит, ежемесячно, малую толику, но открывать пакеты, проверьте, опять же, вы сами, наверняка, все, кто присутствует здесь, я думаю, что все имеете открытые рассрочки, все абсолютно имеете, если кто-то не имеет, ребята, сделайте это, если у вас дисконт 1.600, тем более сделайте это, если ваши партнеры не открыли еще ни одной рассрочки, пообщайтесь с ними, задайте им вопрос, поговорите, потренируйтесь, ой, говорит, я не умею проводить презентации, я не умею убеждать людей, не надо убеждать, задайте вопрос, получите ответ, а потом просто покажите ролики и просто скажите, вот такой шанс действительно бывает очень редко, раз в 100 лет, а может быть раз в 50 лет, а может раз в 10 лет, но бывает такой шанс быть здесь, и если вы, ну, извините вы, не инвестируете хотя бы 10% от своего дохода, ну, а куда же вы деваете деньги, на что вы их тратите, вы их расходуете, проедаете, ну, я не знаю, что вы еще делаете с деньгами, не создавая задел на будущее. Галина воспоминает СОБР, ну, не надо осуждать никого, то есть и СОБР, наверное, тоже человек, и тоже, наверное, у них есть свои какие-то нюансы, но, но без комментариев, как говорится, без комментариев. Итак, дорогие друзья, на сегодняшний день информации, к сожалению, я еще не получил, с Божьей помощью, когда получу информацию, я это озвучу, а возможно, Володя Маслов озвучит эту информацию на следующем вебинаре, в начале следующей недели, у него будет вебинар перед моим вебинаром, и следим за новостями, очень следим за новостями, вот эту кнопочку с дисконтом 1-600, сделать подарок, ребята, используйте по полной, а теперь у меня одна единственная просьба, просьба, просмотрите свои структуры, обзвоните людей, вот выделить на это субботу, воскресенье, не просто отдыхать, отдыхайте, гуляйте, я не знаю, с детьми пообщайтесь, но, один час времени, телефон, телефон, в вашем кабинете всегда есть телефоны всех ваших людей, и сделайте себя за правило, обзвонить хотя бы 2-3 человека, задать вопрос, попросить прийти в офис, если у вас офис есть в городе, нет, в Челябинске у нас офис всем доступен, абсолютно все знают, где находится офис, и все знают, что он работает практически круглосуточно, поэтому приходите в свои офисы, просто пообщайтесь с людьми по телефону, выйдите на скайп, на вайбер, на ванцап, я не знаю, телеграм, как угодно, и вот эту простую работу, ну сделайте, я вас прошу, сделайте, почему, потому что то количество инвесторов, вернее партнеров, которые есть сейчас зарегистрированы, у нас по всем фондам, по-моему, более полутора миллионов, полтора миллиона, если даже взять один миллион человек, ребята, один миллион человек умножить на 25 долларов в месяц, 25 миллионов долларов в месяц, что еще надо, я всех благодарю за внимание, с вами был Григорий Мирошенченко, город Челябинск, группа компаний Skyway, и мое пожелание, хороших выходных, но хороших выходных в плане не только отдыха, но и работы, почему, потому что я лично привык, потому что выходные, праздники, это самое время для того, чтобы поработать, и помните, вы все знаете, вы знаете все техники, только вы их не применяете, поднимите трубку телефона, наберите номер, спросите, почему ты еще не стал нашим инвестором, благодарю всех, до встречи на следующих вебинарах, с вами был Григорий Мирошенченко. Продолжение следует...